приветствую вас друзья это подкаст летописи конца времен и я евгений додолев расскажу вам сегодня об эффекте стрейзен барбары стрейзен в чем заключается этот социальный феномен в том что попытки изъять из публичного доступа нежелательную информацию приводит к ее тиражированию и распространению это явление знакомо всем журналистам и более того оно было известно задолго до появления журналистики как таковой уж точно до рождения барбары стрейзен только в 2004 году это оформили к мне в некое понятие потому что в 2003 году случился скандал американский фотограф по заданию правительства дел аэрофотосъемку для изучения эрозии почвы в калифорнии он сделал более 12 тысяч снимков побережья нескольких графств прибрежных этого штата и на одном из этих снимков была дача ну когда час обняк барбары стрейзен уже непонятно каким образом она узнала что ее там сфотографировали потому что это был такой вот специальный сайт для людей которые изучали вот движение этих океанских масс и подвижки изменения ландшафт во всем случае она это узнала и она выкатила иск этому фотографу с требование убрать это изображение и выплатить штраф 50 миллионов долларов огромный колоссальный совершенно неподъемный штраф долги были разборки по этому поводу в мае 2004 года на суд отказал ей более того ее вынудили заплатить судебные издержки около 150 тысяч долларов однако поскольку барбара стрейзен фигура очень известная но она в глобальном масштабе известно но в америке особо известны то все эти разборки с все эти вот ее тяжбы судебные с этим фотографом стали известны не только всей стране но и всему миру не было ни одной крупной газеты которая об этом не написала бы все национальные и областные скажем так каналы телевизионные тоже рассказывали о том как продвигается это дело фотограф этот стал очень знаменитым его сайт там где-то было выложено просто обваливался из-за количество посетителей самое интересное что на момент иска на момент подачи документа в суд это изображение было скачано всего шесть раз из них два раза юристами самой барбары стрейзен после первой же публикации после первого сюжета cnn а потом и fox и остальных телеканалов просмотрели это изображение полмиллиона человек тысячи людей скачали более того у фотографа крупнейшие агентства включая сэшей дед пресс выкупили это изображение потому что я повторюсь были многочисленные публикации для иллюстрации этих публикаций собственно вот и использовали эту фотографию там в общем совершенно непонятно имеет ли это действительно сооружение какое-то отношение барбары стрейзен ее самой там не видно естественно даже при тысячном увеличении но так вот ей не понравилось что кто-то видит с высоты птичьего полета и и недвигу да вот собственно это вот пресловутая фотография фотографа повторю интересовала вот эта линия побережья но попал вот и этот скромный особнячок с небольшим бассейном надо конечно пояснить что это не единственная недвижимость у барбары стрейзен у нее по всему миру дома она вообще считается самой коммерчески успешной актрисой в америке она обладательница единственная обладательница всех кинонаград и музыкальных единственная женщина у которой есть и оскар и бафта и грэмми все 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 награды она такая к тому же ролевая модель для нескольких поколений не только американок потому что она показывает как в общем-то девушка с достаточно скромными данными ну скажем так не модельной внешности может стать супер известной она была настолько непривлекательная даже немножко у нее к согласии есть и вообще такая вот была даже по воспоминаниям родителей не самые привлекательные девочки и мать ее вообще отговаривать когда она стала ходить на что-то подобие там драм кружка ну заниматься вот этим вот ремеслом готовить себя в актрисы мама и говорил ну барбары ну посмотри на себя ну какая же там ты актрисы тем не менее она состоялась как очень известная певица как и очень известная голливудская звезда и первый фильм был смешная девчонка который сразу получил признание какие-то награды и она получила и авторы фильма но главное она еще была очень такой ну и собственно остается по сей пор несмотря что и в общем то уже за 80 такой светской единицы у нее были романы с очень известными мужчинами причем как с легендами постарше ее там лет на 10 таким как клинт и ствуд так и с теми кто там лет на 10 помладше допустим ричард гир с лиамом не сынова она там какое-то время жила основатель австралийской культовой группы биджиз баре гипп тоже был в нее влюблен и даже записал для нее с ней вместе альбом guilty который тоже получил кучу всяких наград и премий песни с этого альбома woman in love влюбленная женщина входит сотню самых известных поп произведений мира то есть она очень очень такая раскрученная пробивная девушка ее родители родом из галиции западной украины она кстати помнит об этом и она еще как ко всему еще активистка во всяких политических движухах принимают участие естественно там топит за демократическую партию как положено но песня совсем не о том короче говоря я к чему это говорю что она очень очень известные фигуры и за любыми ее движениями пресса всегда следила вообще начиная с с пятидесятых у него кстати был роман и с лидером канады стрюдо который в пятьдесят первом году имел неосторожность съездить советский союз после чего ему был запрещен некоторое время въезд соединенные штаты америки то есть там тоже очень много много было хайпа то есть за ней всегда вот журналисты следили описывали все движения и вот это тяжба по поводу этого пресловутого особняка длилась около года и за этот год собственно и фотограф отпиарился и главное что барбар стрейзен приобрела вот такую репутацию такой склочницы совершенно какой-то такой вот мелочные тупой и даже в культовом анимационном сериале южный парк и и несколько раз по этому поводу выстёбывали она она там представляла ее там рисовали виде там динозавра кстати в симпсонах тоже по ней проехались то есть сослужила это совсем в общем-то не ту службу и худую то есть она отпиарилась со знаком минус это такая совершенно позорная страница в ее звездной биографии но добрый день друзья и нет руки это отрывок из очередного выпуска подкаста летописи конца времен которые я записываю для первого канала как правило это история так или иначе сопряженный с моим репортерским опытом но бывают исключения ну и по традиции в конце сейчас большое видео которое как мне представляется подсвечивает историю учителя и секретаря ее отец умер когда малышке исполнился год а мать снова вышла замуж отношения с отчимом не сложились мужчина даже поднимал на барбару руку но и от родной матери девочка не видела любви та всегда считала дочь некрасивой и любила повторять страшила куда ты лезешь с таким шнобелем однажды она даже побрила дочь налоса чтобы то знала свое место к тому же в семье родилась вторая девочка которую родители любили как общее дитя барбара же была на правах золушки терпела она и насмешки сверстников но за внешней неприглядностью гадкого утенка скрывалась такая сила духа о которой никто не подозревал все свободное время девочка проводила на занятиях в местном хоре а однажды заявила матери что станет знаменитой и споет для президента сша поначалу певицы приходилось зарабатывать на жизнь развлекая гостей рядового ночного клуба там-то ее и заметил режиссер с бродвея и предложил девушке крохотную роль в мюзикле я достану тебе это оптом и барбара сыграла ее так что после премьеры зрители говорили о ней как о новой звезде это был настоящий успех специально для стрейзанд даже поставили целый фильм мюзикл смешная девчонка и сразу дали барбаре главную роль за которую она получила свой первый оскар сила ее кристально чистого мощного голоса заставляла зрителей трепетать никто не мог остаться равнодушным в итоге барбара стрейзанд получила мировую славу и как певица и как актриса ее шлягеры стали классическими хитами а в 60-х 70-х годах по популярности она не уступала фрэнку синатре до сих пор стрейзанд остается одной из самых успешных вокалисток в мире за долгую карьеру она была пять раз номинирована на оскар и дважды забрала статуэтку себе 50 ее пластинок стали платиновыми а что же личная жизнь своей казалось бы неброской внешностью за которую ее так не любила мать она привлекла главных красавцев голливуда первым мужем звезды стал актер элиот гулд от которого стрейзанд родила своего единственного сына затем она встречалась и с премьер-министром канады и с продюсером ну а самым знаменитым и ярким был длительный роман с прославленным теннисистом андре агасси который был моложе барбары на 28 лет в числе воздыхателей стрейзанд был даже сам элвис пресли а сколько романов с актерами она крутила не перечесть но счастье певица обрела со вторым официальным мужем актером джеймсом бролином за которого она вышла замуж когда ей было 56 лет до сих пор супруги неразлучны этот мужчина нашел подход к самой экстравагантной даме голливуда сделав ее примерной супругой так девчонка со шнобелем доказала всему миру что внешность не главное стрейзанд конечно же могла исправить свой нос при помощи пластики но сознательно отказалась от этого певица сохранила свою индивидуальность а с носом остались лишь завистники и недоброжелатели для своих семидесяти девяти лет барбара выглядит просто потрясающе остается лишь пожелать талантливой артистке крепкого здоровья и семейного счастья было интересно тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал с вами была анна и зеркало экрана субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok